В минувший понедельник в город-администрации прошли публичные слушания по новому генеральному плану города. Программа структурного развития Бердска разработана в 2018 году и рассчитана до 2040. Доклад градостроителей и мнение горожан слушали мои коллеги. По программам стратегии развития региона наш город входит в южную часть новосибирской агломерации. По словам разработчиков нового генерального плана Сибни и градостроительства, стратегия развития Бердска составлена именно с учетом взаимодействия со всей агломерацией. Как показали исследования, Бердск постепенно превращается в единое градостроительное образование с Академгородком в южном секторе агломерации. В ходе разработки генерального плана было учтено, что Бердск входит сразу в две зоны, опережающие развитие новосибирской агломерации – в строительно-производственную зону и в так называемый наукополис. Площадь нашего города на сегодняшний день составляет 7207 гектаров. По словам градостроителей, наблюдается неравномерность размещения объектов социального и культурно-бытового характера, загруженность транспортными потоками дорожной сети. Как выражаются проектировщики, город сохранил черты индустриального центра времен СССР. Новый генплан предусматривает масштабное развитие города в южном направлении, реконструкцию в центральной его части, в районах улиц Горького, Первомайская и Островского. Вдоль этих улиц планируется зону индивидуальной жилой застройки изменить на зону многоэтажных жилых домов. Вынос из центральной части производственных предприятий между улицей Первомайской, улицей Лелюха и строительством на их месте многоквартирных жилых домов в 9 этажей и выше. Также предлагается к развитию микрорайон Северный за счет сноса индивидуальной жилой застройки. Планируемая застройка на данных территориях будет образовывать главный фасад города со стороны Берского залива. Далее. Предлагается реконструкция квартала в границах улицы Рогачева, улицы Красная Сибирь, улицы Павлая, улицы Новая. Существующие индивидуальные жилые дома предлагается заменить многоквартирными домами 5-8 этажей. Эти изменения городского облика планируется реализовать в первую очередь до 2030 года. На слушание пришло немало горожан. И те, кто проживает в вышеназванных районах частного сектора, выразили свое несогласие с генпланом. Мы видим, как муниципальная власть города Берска давлением через генплан пытается избавиться от частного сектора. Для понимания позиций жителей частного сектора мы направили в администрацию города Берска письма за подписью 200 горожан. Власть намеренно разрушает сложившийся веками многоукладный образ жизни наш. И следует еще напомнить, что частный сектор города Берска, улица Горького, от Островского и до Полевой заболоченные участки. Градостроитель пытался убедить, что по-другому динамичное развитие Берска с учетом современных требований осуществить не удастся. Есть также общественные интересы других жителей города, которые в существующих условиях вынуждены стоять в пробках и объезжать кварталы и усадебные застройки центральной части Берска по авторостеперным улицам. Повторяю, если не будет проведена реконструкция данных улиц, то просто невозможно будет прокладка инженерных коммуникаций и планирование новых микрорайонов в южной части города теряет смысл. Жители частного сектора считают, что даже если снос будет необходим, то надо искать какие-то компромиссы. Для многодетных земля есть, сказали нет. Ну хорошо, я скопил деньги, пошел, купил с выходом на храм, чтобы дети мои ходили и так далее. Через 6 лет, соответственно, мне говорят, что сейчас ваш дом, соответственно, чтобы всем другим хорошо жилось под снос. Ответственность за решение спорных вопросов, не нарушающая права граждан, берет на себя глава города. Физическое лицо собственник и покупает собственность, выкупают. Другого варианта не существует. Никто никого не сносит, никаким экскаватором, ни ковшом, ни взрывами. Все, я за это отвечаю полностью, вам несу ответственность за свои слова, то, что я сказал. По словам представителей администрации, все пожелания и вопросы горожан занесены в протокол, который будет рассматривать специальная рабочая комиссия. Реконструкция конкретных участков города будет происходить только после утверждения проектно-сметной документации. Так что все изменения пока останутся только на бумаге. Продвитие.